всем привет сегодня у нас очередной обзор и на обзоре у нас будет кроссовки от фирмы asics наконец-то добрался до этой фирмы и модель у нас на обзоре будет очень популярная серия gt а именно asics gt 2002 то есть вторая версия на гор тексе и поэтому надпись конце снова аббревиатура закращена gtx модель делалась в индонезии вот здесь вот меня женская версия женская от мужской ничем не отличается только понятное дело что расцветкой модель собрала в себя огромная кучу технологий то есть все что было у asics на тот момент они запихнули сюда модель если сравнивать с адидасовскими кроссовками очень схожи с adidas supernose qns 5 получается вот эта модель стоит в районе шести с половиной тысяч рублей женской версии мужская там семь с половиной ну там плюс минус 500 рублей модель подойдет на нейтральную пронацию стопы и также на и избыточную то есть на гиперпронацию вообще модель идет с приставкой stability то есть как раз направлено на избыточную пронацию но не забывайте что есть еще кроссовки с приставкой motion control которые именно подходят для избыточных пронаторов то есть именно у кого конкретное плоскостопие конкретное заваливание стопы вовнутрь то есть гиперпронация это кроссовки подадут на нейтральную без проблем пронацию и также подойдут на избыточную модель вообще идет трекинговая на диапазон температур от плюс пяти до плюс двадцати градусов идеальные варианты если допустим в демисезон ходить в дождь летом можно допустим когда целый день проливной дождь или вы знаете что будет какой-то ливень одевайте модель эту в принципе ноги сильно не вспотеют это будет лучший вариант чем допустим замши или кожи и модель полностью не промокаем а вот чем хорошо и ноги игру особо не вспотеют получается модель очень распространенная среди бегунов вообще вот так вот быстренько вам прокручу и и сейчас поподробнее перейдем к самому обзору вот именно когда я взял эту модель в руки тут сразу же понимаешь что перед тобой довольно таки качественное изделие все довольно четко сделано все плотно форма все вообще ну один к одному прям сделано что мне нравится у вас x а модель с гортексом у них материалы очень мягкие если у адидаса допустим там свифты которые adidas swift или там им подобные кроссовки или фасты у них верхний слой довольно таки жесткий он может и перетереться от быстрой шнуровки оставляет сгибы видимые что не очень хорошо смотрится у асикса допустим если вы ходите да уже там месяц два три там полгода здесь как такового сгиба не будет на синтетике будет а вот сам материал здесь видимо сгиба не будет сам материал вот этот верхний слой очень мягкий и очень комфортный такой материал мне принципе очень нравится как они вот этот момент делают вот здесь идут вставки синтетики то есть это усиление носка здесь все усиленно все прошито проклеена конечно синтетика не лучший вариант тут есть asics lachar у них версия серия такая тоже трекинговые кроссовки вот там идет мягкие такие материалы они синтетические но мягкие здесь синтетика такая знаете глянцевая она оставляет сгибы и ну как бы не лучший вариант конечно для таких версий кроссовок это конечно не прям топовые версии но все же все равно они очень распространены прям очень-очень жить и просто ну вообще среди бегунов очень распространена тут в принципе все понятно здесь вот так вот все сделано указать жить и 2002 версия шнурки обычные овальные прямоугольные развязываться не будет дополнительная дырочка чтобы сделать беговую шнуровку язычок ну как обычно у asics плотный здесь такой мягкий текстиль средняя плотность можно так сказать даже ну хорошо облегает много тут претензий никаких нету по этому вопросу сама промежуточная подошва идет многослойная здесь вообще огромное количество технологий как я вам сказал здесь вот написано fluid write и здесь еще идет IGS вот ну грубо говоря асикс любит использовать такие аббревиатуры это грубо говоря вот он бы справа перечисляет да какие-то технологии а потом в общем называет допустим IGS там fluid write да а за этими моментами то есть за этими аббревиатурами стоит еще куча технологий то то же самое что я бы говорил там вот там допустим малина виктория там еще там что то в этом роде и потом бы я сказал ну а в общем это ягоды да то есть ну такое тупое сравнение но вот так вот в принципе IGS это совокупность других технологий которые здесь сделаны в этой модели и fluid write это тоже указывает на то что здесь многослойная подошва здесь IGS system идет это комплекс технологий то есть это rustic system это идет guidance line то есть вот эта линия идет это как у Solomon OS tendon вот видите вот эта линия там специальная ставка материала максимально чтобы допустим согнули вашу ногу при беге да сгибаете стопу и и вот это чтобы максимально возврат был вот это именно технология за это отвечает максимально быстрый возврат в исходное положение то есть чтобы максимально быстро согнулся кроссовок ваш и ваша стопа и максимально быстро разогнулась вот эта технология rustic system это как у Adidas допустим идет torsion system то же самое абсолютно пластинка ну просто по типу немножко по другому сделан пластмассовая вставка защита средней части стопы защита от скручивания кроссовка то есть защита полностью и здесь идет она внахлёст поэтому модель считается для гиперпронации подойдет потому что не дает завалиться во внутреннюю часть стопы во внутреннюю сторону то есть во внутреннюю во внутрь уже заговорился также здесь идет технология динамик дуа макс вот это мне очень порадовал такой момент то есть здесь допустим идет этилвинилоацетат но здесь уже идет облегченный насколько помню у них сп или что-то в этом роде я там сильно подробностей не вдавался но это необычный этилвинилоацетат он немножко помягче амортизационную свою функцию более дольше выполняет чем просто этилвинилоацетат обычный то есть вот здесь вот мягкий этилвинилоацетат здесь чуть-чуть потвердший здесь вообще твердый я уже нажать не могу здесь тоже твердый твердый очень просто вот это место твердое здесь помягче помягче здесь опять обычно мягкий то есть вот эта часть твердая то есть разные плотности материалов за счет этого ваша нога вот в эту часть не завалится то есть видите как умно сделано очень интересно здесь вот даже какие-то вставки еще крапления идут такие это наверное не просто так сделано ну я по крайней мере подозреваю гель здесь также присутствует то есть вы наверное обратили внимание это именно гель он прям не супер там какой-то прозрачный то говорят там немножко мутный да есть есть такое то есть вот такой вот гель видно да как он амортизирует то есть здесь вообще многослойная подошва промежуточная здесь вот один слой идет здесь вот второй слой это можно так сказать окантовка такая боковая поддержка по периметру потому что уровень стопы где-то вот на этом уровне начинается а вот это как бы он обрамление идет ну это насколько я так больше понимаю особой информации как обычно я по модели не могу найти то есть ну и особо не пытался искать гортекс многослойный материал я говорю здесь все как бы очень хорошо сделано хороший многослойный материал периодически пропитываете верхний слой обязательно почему пропитываете сейчас многие вопросы зададут ведь это гортекс зачем его пропитывать для всех отвечаю сразу же верхний слой это защитный слой если допустим он будет намокать то вот допустим вот этот верхний слой промок да а дальше у вас мембрана ваша воздухопроницаемость пострадает то есть пот и влага от ног не будет выходить из кроссовка через этот гортекс потому что он будет закрыт водой и также если вы попадете допустим оденете в перепад температур ну допустим будете там не знаю где то выйдете у вас будет мокрый материал вы выйдете в минус допустим минус 2 минус 5 градусов у вас вот это место где вот это все мокрое оно будет превращаться в лед а лед что делает расширяется правильно и поэтому может запросто пострадать материал периодически надо водоотталкивать пропиткой можно пшикать или там не знаю распылителем каким-нибудь взять и можно без проблем пшикать защищать верхний слой тем самым вы продолжите ну короче дольше ваша мембрана будет дюжить ну тут в принципе все понятно гелевая ставка в пятке вот это я вам сказал здесь вот должен быть кругляшок тоже гелевый внутри так здесь понятно промежуточная подошва я сказал резина охар плюс вот здесь вот об этом нам говорят износостойкая резина хорошая очень резина здесь протектор универсальный можно для асфальта взять можно для пересеченной местности можно ходить можно бегать то есть модель очень универсальная мне нравятся вот эти именно модели похожие их очень много что там у адидаса бывают подобные что у рибака бывают подобные у рибака там у анкьюз gtx насколько я помню у адидаса тоже бывают всякие модели ну и у асикса конечно тоже куча что мне понравилось в этой промежуточной подошве обратите на ее толщину это просто вообще промежуточная подошва да вот здесь вот идет толщина и теперь резина она просто большая большая толщина ну согласитесь просто конкретная она во первых износостойкая подошва во вторых она очень такая жирная можно так сказать мне это очень удивило очень понравилось на ощупь она такая довольно таки мягкая износостойкость у них хорошая вот такие небольшие шипы присутствуют в принципе все очень конкретно круто сделано здесь все синтетические вставки все прошито все проклеено синтетика конечно здесь ну как обычно как и во всех кроссовках бывает что поделать периметр ахила пятка ну тут все видно плотные вставки стабилизатор пятки здесь конкретная нога вставилась и все никуда ходуном не ходит здесь очень похвально так теперь посмотрим что же стелька у нас какая стелька вот такая вот боковая супинация очень хорошая толщина конкретная больше чем даже 6 миллиметров стелька ну похоже на орфолайт честно говоря да потому что крапления опять же идут антимикробная стелька не вдавался там в подробности но скорее всего вот по внешнему миду это орфолайт все так вот все выглядит боковая супинация закругление здесь подклад стелька хорошо впитывает влагу под под низом под стелькой то есть вот так вот все выглядит там прошито все здесь клапана боковые чтобы вода если даже наступили в лужу нога ваша не промокнет потому что здесь идет клапан он связан с самим основой кроссовка и сам язычок вот такая вот модель очень качественная мне допустим очень понравилась эта модель очень все четко сделано грудь держишь ее и понимаешь что у тебя в руках именно хорошая качественная модель возьмите ее обязательно если найдете по очень хорошей цене в принципе на этом все спасибо за внимание всего доброго до свидания кто у меня это кто Субтитры создавал DimaTorzok